15-й раз универсальный спорткомплекс Подмосковья принимают у себя лучшие школьные футбольные команды со всей России. И это большая честь для Щелкова быть центром проведения финальных игр проекта «Минифутбол в школу», в котором ежегодно участвуют до полутора миллионов юных футболистов. Как из больших городов, так и из совсем небольших поселений, для лучших из них на паркете УСК Подмосковья сбываются спортивные надежды, как, например, для команды из небольшого села в Ставропольском крае. Мы безумно счастливы, мы второй год приезжаем сюда. В прошлом году нам чуть-чуть не повезло, мы заняли третье место, а в этом году приехали отомстить и доказали всем себе, своим родным, близким. Мы очень рады, мы с такого местечка маленького приехали и заняли первое место на России. Это безумная гордость. Мы, безусловно, благодарны руководству УСК Подмосковья и руководству Щелковского района, потому что который год лучшие команды собираются именно здесь. Мы уже так привыкли к этому прекрасному спортивному сооружению. Очень хороший персонал, который, как может, помогает. Конечно, в таких условиях играть очень приятно. Финальные игры начались еще в сентябре, и за это время в Щелкове выступало более 70 команд со всей России, от Калининграда до Камчатского края. В их составе более 700 школьников. И, как говорят у строителей состязаний, главное не победа, главное – это здоровье и психологический настрой. Мини-футбол для многих мальчишек и девчонок становится путевкой в большой спорт. В ходе футбольных сражений разгорались нешуточные страсти. Так, в возрастной категории юношей 2002-2003 годов рождения ребята из команды школы номер один поселка Михайловка Иркутской области, ее футболисты в зеленой форме, в финальной игре против Мордовского Краснослободского многопрофильного лицея чуть было не лишились победы. Они всю встречу вели со счетом 2-0, но перед самым концом подряд пропустили два гола. И только после матчевые пенальти, как считают мальчишки из Иркутского поселка, восстановили справедливость и отдали им золото общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Это были для нас самые тяжелые соревнования, потому что мы играли, во-первых, без замены, пятером, все пять матчей, получается. И все, получается, были на травмах, потому что каждый матч надавался с трудом очень. Но мы рады, что мы победили. Надо заметить, случившаяся в этом году пандемия коронавируса внесла коррективы не только в календарь общероссийских школьных игр по футболу, но и сократила количество болельщиков на трибунах. У строителей состязаний на этот раз и награждения провели несколько в другом формате. Кубки и медали вручали не командам, а их представителям. Но, несмотря на все сложности, праздник спорта удался. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.